привет друзья сегодня хочу рассказать свой опыт в напиливании шайб на наборную ручку значит самый простой способ это сделать таким вот образом напилить квадратов и просверлить значит на эпоксидку хоп посадить но вот эти углы они потом много чем ручка большая приходится много потом стачивать поэтому на мой взгляд оптимальный будет если делать вот такие вот монеты то есть вот такие монеты вырезать из оргстекла будет это будет получше потому что будет меньше расходоваться лента или чем вы там будь обрабатывать но быстрее будет все быстрее легче и проще вот значит сожалению вот я еще делаю тут алюминиевые проставки это у нас мы не отметил но не сделал кругляшок это вот это все придется обтачивать так значит вот смотрите это самый маленький диаметр это чуть побольше как сделать значит есть вот такие вот штуки продаются для дерева вот можно купить такую штуку вот самая маленькая маленькая маленький тут наш 26 диаметр и 32 я вот рекомендую 32 26 получается вот такие вот маленькие 32 вот как раз вот такие вот самый раз получается такая вот монета в общем так из такой монеты а слушать это я даже побольше сделал ведь она чуть больше этого вот это да такая монета это значит 32 и можно 38 побольше но мне кажется 32 вполне достаточно в общем через проставки можно разноцветные можно через алюминиевые проставки общем наберут наборную рукоять значит склеиваем получается вот такая вот видите тут и так клей вылезает очень много вот смотрите видите вот здесь квадратный мне просто зеленый не хватало и я квадратный вот здесь вот насадил видите сколько это все придется стачивать округляшки они очень хорошо тут садятся мне их только чуть-чуть подправить и убрать лишний клей она будет уже нормально значит получится что-то вот типа вот такой такого мору я приодел а вот такого то есть вот наборная ручка я сейчас пришел к тому что надо комбинировать чтобы дерево но все-таки более ухватистая потому что с пластиглаза на более скользко получаю так возвращаясь значит берем вот такую вот такую насадку для дерева покупаем коронка под дерево но я рекомендую покупать не вот такую многофункциональную там у нее очень много здесь этот ход пил разнообразных а именно под 32 просто покупаем продается отдельная коронка литая стальная вот она будет оптимальны потому что вот смотрите видите она не ровная значит я сверлил вот этих вот шайб и в какой-то момент надо просто было аккуратнее делать либо делать со стойки и в общем немного на излом я взял и погнул погнул сверло и как видите деформировалась вот это вот она будет видно сейчас не будет видите она в общем она стала неровно его и уже сверлить невозможно почему потому что давайте вот эту ерунду потому что это вот эта вещь она сделана из каких-то отходов алюминия это просто она просто не знаю дерьмо какое-то в общем вот такое качество не покупайте покупайте с остальной вот этой штукой еще лучше коронку под 32 просто вам будет просто проще значит как сверлить вот смотрите значит я посверлил ничего сложного значит берем если этого норк стекло с одной стороны лучше сверлить не сразу просверливают целиком потому что она забивается вот в эту пилу ее потом придет приходится отверткой вытаскивать а лучше на сверлить немножко с одной стороны потом перевернуть оргстекло и как раз в это же отверстие попадаем сверлом и потом просто ее выдавить и она будет аккуратненькая и не будет вот такого вот видите, если целиком сверлить просверливать насквозь сразу, то немножко остается неровная вот такая вот штука а если с двух сторон, то она прям вся ровненькая получается так, значит, ну давайте посмотрим, как я сверлил штуку вот конечно это делать на даче, но можно и на кухне, если это не очень травмирует соседей. Главное не очень сильно нажимать, иначе зубья крупные и они начинают прокручиваться сверло на аккуратненько. В принципе, вот видите, тут делов на самом деле на полчаса и можно себе, не знаю, три десятка набить. Ну вот, собственно говоря, добавить, наверное, мне больше пока и нечего. Мне ещё раз повторюсь, кажется, что оптимальный, вот видите, раньше я насверлил мелкой, то есть маленькой коронкой, получается, что ручка очень тонкая, прям впритык. Я всё-таки, это у нас как раз вот 26 диаметр, это вот маленькая она, вот надо чуть-чуть побольше вот такая, и тогда будет в самый раз. Это я тоже специально сделал, потому что всё равно с боков будет сниматься больше. Ну, в общем-то, если пластиглаза много, он ничего не стоит, можно не заморачиваться и пилить вот такие вот целиковые монеты. Вот, ну вот, в общем-то, видите, здесь можно насверлить совершенно из разного материала, это, по-моему, винипласт, я насколько помню, но может я ошибаюсь. И, в общем, собрать какую вам рукоять хочется, всё это на эпоксидку склеивается аккуратненько, потом на ленте или там болгарочка всё это подчищается, или вручную напильником, и получается очень красивая, и вот такая вот красота получается. Это очень, конечно, красиво, красиво, стекло, конечно, вещь красивая. Это керенит у нас, в общем, всё что угодно можно насверлить, и будет, в общем, красивая и удобная вещь. Особенно, если её скомбинировать с деревом, тогда получится и красиво, и очень практично, потому что дерево всё-таки ухвата... Ну, в общем, оно лучше дерева в руке, потому что пластиглаз, он всё-таки такой скользкий. Вот, надеюсь, было интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok